Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Сегодня хотел бы поговорить о том, каким образом можно кратно увеличивать размер своего капитала. Я расскажу, каким образом я отношусь к различным видам капитала и как я смотрю на их доходность. Смотрите данное видео до конца и подписывайтесь на канал. Я неоднократно уже упоминал, что есть замечательная книжка Джеймса Хьюза младшего «Богатство семьи», в котором изложена концепция, что богатство любых состоятельных семей, которым там приписывают мировое господство, теневое правительство, они формируются на основе трех видов капитала. Финансовый капитал, интеллектуальный капитал и человеческий капитал. Что такое капитал? То, что позволяет создавать прибавочную стоимость. Прибавочная стоимость всегда создается на основе удовлетворения потребностей людей. То есть, когда мы становимся предпринимателями, когда мы создаем бизнес, когда мы становимся акционером какого-либо общества, мы все равно становимся собственником бизнеса, который что-то создает. Чем большую доходность приносит нам какой-то определенный вид деятельности, тем большие риски мы имеем. Давайте поговорим про финансовый капитал, какой он обладает доходностью и какими он обладает рисками. Доходность финансового капитала равна доходности 10-летних облигаций страны, в которую вы инвестируете, или ставки без рисковой доходности. То есть, если мы говорим, например, про Соединенные Штаты Америки, там доходность финансового капитала сейчас в районе 4-4,5%. Если мы говорим про Россию, то доходность в районе 16-17%. Кто-то может сказать, Максим, о чем ты говоришь? На банковском депозите мне предлагают там ставку 21-23%. На облигациях можно получить, в высоконадежных облигациях можно получить доходность 20-22 в следующие 3 года. И здесь как раз-таки мы приходим к вот этому разграничению. Любая доходность, превышающая ставку без рисковой доходности, сопряжена с риском. И этими рисками нужно управлять. И если вы размещаете свои деньги в банковском депозите, то, соответственно, вы берете риск конкретного банка. Вы же не сами размещаете, вы даете банку, а банк уже принимает решение, кому выдать кредит, чтобы заработать и себе, и вам. Если вы покупаете облигацию, вы берете кредитный риск эмитента. Вы все равно его берете. Да, он может быть больше, он может быть меньше. От этого будет зависеть и доходность капитала. Этим риском управляете уже посредством своего интеллектуального капитала. То есть это умение рассчитать риск, ожидаемую доходность, того, дефолтнет или не дефолтнет. То есть вы говорите, можно на акциях больше зарабатывать, можно опционами торговать, можно в крипту пойти направить денежные средства. Любая альтернативная инвестиция связана с тем, что вы должны понимать, как работает инфраструктура, как туда заводить деньги, как себя обезопасить, каким образом проводить транзакции, защищать, обеспечить ликвидность. Все это наличие ваших знаний, навыков, умений, вашего опыта. Вы используете это или самостоятельно, или вы начинаете покупать чужой интеллектуальный капитал, платя за него своим финансовым капиталом. Финансовый капитал из трех видов капитала, еще интеллектуального и человеческого, обладает максимальным уровнем риска. Первый риск связан с вами самими. Как это не покажется странным? Потому что мы хотим потратить, мы хотим жить красиво, нас атакует маркетинг, нам говорят, что мы можем быть лучше, что мы можем быть красивее, что мы можем быть здоровее, что мы можем быть успешнее, если что-то либо купим. Мы можем откладывать-откладывать, поехать в путешествие, откладывать-откладывать, купить машину, откладывать-откладывать, там ипотеку оформить. Второй уровень опасности это инфляция. Вы можете быть дисциплинированным, вы можете защитить свой финансовый капитал от себя самого, поставив какие-либо препоны или ограничения, обеспечив сложность изъятия этого капитала, срочный вклад, заберешь досрочно, потеряешь проценты, то есть какие-то ограничения, чтобы снять, нужно пойти в банковскую ячейку наличные деньги снять. Но инфляция начинает атаковать. Темпы инфляции, соответственно, если мы смотрим опять-таки в примерах, в Америке показатель сейчас составляет в районе 3% в год, в России средний показатель составляет 9,2% в год. Ну то есть финансовый капитал, он самый рискованный, он очень быстро распадается, начиная от того, что мы сами его тратим, заканчивая тем, что его начинают разрушать инфляция. Плюс определенные ограничения, деньги могут украсть, банк может обанкротиться, у него могут назвать лицензию, какие-то инвестиции могут быть убыточные, вы можете потерять капитал. То есть финансовый капитал, он самый низкодоходный и он самый высокорискованный. Тем или иным образом на канале мы говорим о том, как распорядиться своим финансовым капиталом в объекте инвестиционной деятельности, то есть мы делимся знаниями своим интеллектуальным капиталом с вами, чтобы защитить денежные средства от инфляции, чтобы сделать диверсифицированный портфель, чтобы минимизировать риски потерь, чтобы защитить от себя самого, чтобы ответить на вопрос, а как же увеличить доход? Этот ролик, который вы смотрите, это как раз в направлении развития вашего интеллектуального капитала. Следующий капитал по доходности и по минимизации рисков это интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал это знание, умение, навыки. Знание это теория, умение это соответственно применять эти знания. Навыки это некое такое практическое применение и когда мы говорим про развитие интеллектуального капитала, мы можем теорию не знать, но мы можем иметь опыт. Нас могут учить наши наставники, наши учителя, наши родители, которые говорят, что не складывайся яйца в одну корзину, у тебя должна быть диверсификация, у тебя нужно и золото, чтобы было, и депозиты были, и акции были, и недвижимость была. Доходность интеллектуального капитала может быть, во-первых, выше ставки без рисковой доходности и до 1000%. Кто-то скажет, Максим, что ты загнул? Я постараюсь объяснить свою позицию. Когда я работал в тройке диалог, то у нас каждый год проводилась оценка сотрудников по 360 градусов. Приходила такая распечатка, письмо счастья, в котором указывалось, сколько тебе выплачено было зарплаты, сколько тебе было выплачено отпускных, размер бонуса тебе по итогам года, сколько было добровольное медицинское страхование компании оплачено за сотовую связь, и самое главное был раздел, сколько компания вложила денег в твое обучение. Я работал в компании с 2005 по 2012 год, и на основе моих наблюдений я могу сказать, что всегда на следующий год после получения письма счастья у меня доход увеличивался в 10 раз больше размера суммы денег, которые были направлены на обучение. И это происходило регулярно, ежегодно. То есть у меня есть конкретный пример из моей жизни, что компания, работавшая в сфере услуг, прокачивая своих собственных сотрудников, вкладывая в них деньги, в их знания, навыки и умения, приводила к тому, что сотрудники для компании приносили больше денег, потому что наши бонусы годовые, они измерялись от того, какую прибыль мы принесли к компании. У меня еще раз, это X10. 2000 долларов компания вложила в мои знания, то на 20 тысяч у меня не увеличивались доходы. Предлагаю сделать некое такое упражнение, самоанализ. С момента окончания высшего учебного заведения устройственного на работу, которую непосредственно вы прошли, сколько новых тренингов, повышения квалификации лично вы прошли? Второе. Я абсолютно уверен, что в вашем окружении есть люди, которые выросли быстрее вас в доходе больше, чем в 5 раз. Позвоните им, пообщайтесь. Получили ли они еще одно образование? Если получили, то где получили? По какой специальности и почему они туда пошли? Если было повышение квалификации, то где это было? Почему это было? Что их сподвигло к этому? Вот в моей истории вложения в собственные знания, навыки и умения имеют 10-кратный рост. Смотрите, какой сейчас ваш уровень зарплаты. Допустим, 50 тысяч рублей. То есть 10-кратный рост, это получается 500 тысяч рублей. И тогда возникает вопрос, какими навыками и умениями вы должны овладеть следующие 2 года для того, чтобы поднять ваш уровень дохода до 500 тысяч рублей? Если вы обладаете тем уровнем компетенции, который позволяет вам получать зарплату вместо 50 тысяч 300 тысяч рублей, я сомневаюсь, что даже если вас уволят, вы снова пойдете на зарплату 50 тысяч рублей. То есть уровень дохода или будет сохраняться, или будет повышаться. Единственное условие, да, не останавливаться, то есть продолжать развивать свои компетенции. Как результат, друзья, мы говорим о том, что интеллектуальный капитал является более доходным и более надежным капиталом. И здесь хочется призывать вас к тому, что, во-первых, подумать все-таки еще раз хорошо над тем, как давно вы вкладывали в развитие интеллектуального капитала. Второе – пригласить в школу развития Максима Петрова, которая как раз-таки посвящена развитию четырех основных компетенций, которые в современном мире действительно необходимы для роста активного дохода. Во-первых, это вопрос, связанный с личными финансами. То есть что такое деньги, откуда они берутся, за что платятся деньги, каким образом увеличить заработную плату. Вторая тема – это инвестиционный менеджмент. То есть когда у вас увеличивается доход, вам нужно эффективно его инвестировать, защищать как минимум от инфляции. Третья тема – это эффективная коммуникация. До 80% проблем в современном мире являются проблемами нарушенной коммуникации, когда люди не слышат, не понимают друг друга. Четвертый – это здоровый образ жизни, наполненность энергии, каким образом высыпаться и изменить свой распорядок дня, чтобы иметь более высокую эффективность и продуктивность. Узнать более подробно вы можете по ссылке в описании к данному видео. Есть отдельный бесплатный мастер-класс, на котором я рассказываю идеологию школы, каким образом она появилась, и какие результаты есть уже у участников школы, которые могут быть лично у вас. Давайте предположим, что вы обладели инструментом, который позволяет вашему доходу увеличиваться на 30% в год. И вы обладаете этим инструментом уже через полгода. Подумайте над этим хорошенько. Возможно, это вам действительно может быть интересно. И это именно тот шаг, который стоит предпринять сегодня, сейчас, в условиях нестабильности и турбулентности. Ну и третье, о чем хотелось поговорить, о самом доходном и самом низкорисковом капитале – это человеческий капитал. Мы говорим про социальные связи, про социальное взаимодействие, про тех людей, которые находятся в вашем окружении. В свое время для меня было открытием, я это услышал, что ваш доход равняется среднеарифметическому доходу 6 людей, с которыми вы проводите больше всего времени, исключая родственников. Это касается не только дохода, это касается даже стиля жизни. Здесь все решается достаточно просто. Если вы добавляете в свое окружение одного человека, который имеет доход в 10 раз больше, чем имеете сейчас вы, и исключаете одного человека из своего окружения, который имеет меньше всего доход, ваш активный доход увеличивается. Это первая история. Почему такое происходит? Нашу жизнь определяют наши возможности. Возможности – это, в принципе, информация, это доступность к чему-то. И опять же, если мы посмотрим на людей, которые вам кажется, что они практически ничего не делают, на рэви такие и получают большие зарплаты, если вы начнете их расспрашивать, как они устроились на эту работу, то выяснится, что это была какая-то протекция в большинстве своем. Протекция – это не что иное, как социальные связи. И тогда нужно задуматься, а что, какими качествами нужно обладать, чтобы иметь соответствующее окружение. Уровень нашей финансовой защиты, физической защиты, правовой защиты, защиты здоровья зависит от того, какие люди нас окружают. Поэтому человеческий капитал является самым высокодоходным капиталом. Здесь мы говорим о стократном увеличении, и он является самым надежным. Вот об этом хотелось поговорить, ребят, и посмотреть на понятие капитал с позиции финансового, интеллектуального, человеческого. Почему я сейчас поднимаю вопрос относительно этого? Потому что в мире идут серьезные изменения. То есть меняется финансовая система, меняется какое-то геополитическое лидерство. Все это тем или иным образом связано с финансовым капиталом. Очень серьезно увеличиваются риски. Причем предугадать, предсказать все эти риски, каким бы уровнем интеллектуального капитала вы не владели, невозможно. И то, что позволяет защититься, это позволяет, в принципе, глобально понимать, какие существуют виды капиталов, какую они имеют доходность и с какими рисками связано владение этим капиталом. Второе, это провести оценку. Потому что люди начинают задумываться о собственном капитале, начинают создавать лично финансовый план, инвестиционный план, строят какие-то прогнозные модели, сколько это в будущем будет составлять. Но мало кто вырабатывает стратегию по созданию, сохранению, приумножению интеллектуального капитала и человеческого капитала. Когда вы ставите себе задачу, что мой интеллектуальный капитал должен приводить к тому, что мой уровень активного дохода ежегодно растет на 30%. Через 10 лет у вас заработная плата увеличится практически в 14 раз. Если зарплата 100 тысяч, значит мы говорим о зарплате в миллион 400. Человек, который получает сейчас зарплату 100 тысяч рублей, он может, например, направить на инвестиции 30-50 тысяч рублей в месяц. И сколько может на инвестиции направить человек, у которого заработная плата 1 миллион 400? Пускай он даже 400 тысяч будет направлять на инвестиции, а на миллион жить, то в год он направит практически 5 миллионов рублей на инвестиции. Понимаете, какая существенная разница? И подумайте очень внимательно над окружением. И почему мы говорим, что развитие интеллектуального капитала, в том числе, связано с развитием окружения? Почему мировые вузы так ценятся другими работодателями? Потому что человек в процессе получения интеллектуального капитала, он еще и обзаводится социальными связями, человеческим капиталом. И в большей степени ценятся именно эти связи. Это то, о чем хотелось с вами сегодня поговорить. Буду очень благодарен, если вы оставите комментарий, что думаете по этому поводу. Развитие интеллектуального и человеческого капитала связано с тем, что вы минимизируете риски, связанные с уровнем дохода, который получаете, повышением уровня безопасности, который получаете, и стабильностью дохода, который получаете. Применяйте, анализируйте. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.